Венерина мухоловка или Дианея мусципола – это вид хищных растений из монотипного рода Дианея семейства россянковые. Это растение интересно тем, что может с поразительной быстротой захлопнуть лопасти своего видоизмененного листа. Еще великий Чарльз Дарвин изучал Венерину мухоловку, и это растение поразило его. Он назвал ее самым удивительным растением в мире и чудом эволюции. Ведь это растение, которое может быстро двигаться, что очень редко для растений, а также является хищным, что тоже редко для растений. Почему ловушка захлопывается? Стимулом для закрытия является механическое раздражение волосков на внутренней стороне листовой ловушки. Причем необходимо дважды воздействовать на волосок с интервалом не более 20 секунд. Это позволяет растению избежать ложного срабатывания ловушки при попадании капель воды или чего-либо постороннего. Растение привлекает насекомых ароматным запахом, исходящим от желез нектаром, и розовато-красным цветом, появляющимся на внутренней стороне ловушки, когда растение голодно. Когда насекомое оказывается на поверхности листа, оно задевает чувствительные волоски, в основании которых находятся сенсорные клетки, способные создавать потенциал действия. Данный потенциал действия открывает кальциевые каналы. С каждым последующим механическим раздражением чувствительных волосков в цитоплазму выбрасывается все больше ионов кальция. И если второе прикосновение к рецептору произошло меньше чем через 20 секунд после первого, то концентрация ионов достигает порогового значения и ловушка захлопывается. Из-за изменения концентрации ионов, а именно повышения концентрации ионов кальция в цитоплазме, вода выходит из клеток. Это происходит внезапно, что и вызывает закрытие лопастей ловушки. Насекомое, оказавшееся в ловушке, продолжает двигаться и вызывает дальнейшее раздражение волосков, что еще больше повышает концентрацию ионов кальция, которая достигает новых порогов. Три потенциала действия вызывает синтез гормона жосмонада, который стимулирует секрецию пищеварительных ферментов и герметизацию ловушки, чтобы предотвратить побег насекомого, а также утечки содержимого. Более 4-5 потенциалов действия запускает экспрессию генов-транспортеров, которые необходимы для поглощения питательных веществ. В октябре прошлого года японские ботаники проследили за распространением ионов кальция от чувствительных волосков к пластинке листа при помощи трансгенного сенсорного белка, чувствительного к присутствию кальция, и к которому присоединили флуоресцентный фрагмент. Так, наглядно видно, что флуоресцентный сигнал распространяется радиально к окружающей ткани листа. Причем, когда фронт волны распространения кальция достигает других, нестимулированных сенсорных волосков, они тоже начинают светиться. Что объясняет, почему ловушка срабатывает, если коснуться любого волоска растения, а не только того, который получил первоначальный стимул. В статей 2007 года указывается, что данные процессы можно запустить, воздействовав на лист венериной махуловки электричеством, то есть при помощи электростимуляции, а не только механически. Ловушка срабатывает при пороговом значении в 1,5 В. После этого образуется потенциал действия, как при механическом воздействии, и ловушка захлопывается. Причем, закрытие листа венериной махуловки электростимуляцией также наблюдается только после повторного импульса электрического тока. Нарисуем электрическую цепь. Отметим плюсы и минусы батарейки и отметим, где находится клемма. К клемму мы присоединим различные пластинки листа. После двойного стимулирования ловушка захлопнется. Возьмем такую вот батарейку с напряжением 3 Вольт. К плюсу присоединим красный провод, к минусу черный. И закрепим их скотчем. Противоположные концы снабним булавками, чтобы было удобнее стимулировать пластинки листа. Проверим то, что если поднесем их к одной и той же пластинке, ничего не произойдет. А если к двум различным, то ловушка закроется. Посмотрим это еще раз, но уже с другой ловушкой. Подносим к двум различным пластинкам. Стимулируем дважды. И она у нас захлопывается. Ну, и еще раз. Таким образом, венерина мухоловка – это удивительное растение, которое может быстро реагировать на какие-либо раздражения. Которые могут быть механическими, либо электрическими. Спасибо за просмотр. Конец. Сделала Васильева Элина. Сделала Васильева Элина.